Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо, с вами Радайкин Максим. И я Борис Марсенкевич, всем добрый день. Во Франции впервые за 25 лет запустили атомный реактор на полную мощность. Борис Сеонидович, пожалуйста, оцените сию вершину инженерной мысли, которую строили практически 20 лет и которая в несколько раз успела подорожать. Что там за супертехнологии такие используем? Ну, давайте какие-то грубые цифры называть. Это третий блок атомной электростанции Фламенвиль, это реактор поколения 3+, ЭПР-1600. Строительство началось совсем недавно, в 2007 году. Какие 20 лет? Всего 18. Ну, правда, он еще не принят в коммерческую эксплуатацию, но в любом случае не 20, а 19. В следующем году все должно произойти. Начальная смета в 2007 году была названа 3,3 миллиарда евро. Итоговая, по мнению компании ЭДФ, которая отвечает за строительство, которая будет собственником и оператором, 13,2 миллиарда евро. Но те проверки, которые провела счетная палата Франции, дают немножко другую цифру, 19,1 миллиарда евро. Ну, с чем это можно сравнивать? 19 миллиардов евро, ну, наверное, это где-то 22-23 миллиарда долларов. Ровно столько же стоит атомная электростанция АККУ в составе четырех блоков общей мощностью 4800 мегаватт, включая строительство порта на Средиземном море, строительство городка для атомщиков. 4800 у Росатома мощность в мегаваттах, 1600 у французов. Стоимость одинаковая. Ну, с годами немножко получилось, да? Немножко быстрее все-таки Россия строит. Ну, такой, мне кажется, достаточно образцовый пример. И после этого, конечно же, у французских атомщиков заказчиков станет намного больше. Это вполне очевидно, что меньше 20 лет, всего 6 первоначальных смет, и атомный реактор у вас уже работает. Так что, по-моему, достаточно неплохо, достаточно передовой вариант. Могу всех французских атомщиков поздравить с тем, что где-нибудь в следующем году он, наконец, будет работать. Остался последний нюанс, который немножечко поднимет сметную стоимость, но я не думаю, что во Франции это уже кого-то смущает. У нас функция государственного регулятора выполняет Ростехнадзор. Во Франции есть свой государственный регулятор. Основной принцип, на котором работают все атомные государственные регуляторы, полная независимость от компании, которую строят, полная независимость от компании, которую эксплуатируют, и, собственно говоря, полную независимость от правительства. Госрегулятор – это и есть тот орган, который обеспечивает выполнение заповедей атомной энергетики номер 0 – безопасность. Перед тем, как загружать ядерное топливо, специалисты государственного регулятора Франции прибыли. Надо отдать должное, что касается их материальной базы, их научной подготовки. У них собственные научно-исследовательские институты, то есть крайне профессиональные джентльмены, или месье, мусье, как там правильно. Они обнаружили, что в крышке реактора, а это очень важная часть реактора, потому что все топливные стержни, все регулирующие стержни крепятся именно в ней, там находятся все механизмы по спуску-подъему, то есть крайне важная вещь. Несъемная, несменяемая, так же, как корпус реактора, она должна все 60 лет, которые гарантийный срок со стороны изготовителя, должна работать. Вот в ней было обнаружено превышение содержания углерода. Углерод, ну, это хрупкость. Соответственно, достаточно долгие были премии, можно в таком виде начинать работу, или необходимо просто поменять крышку. Госрегулятор смилостивился, он разрешил запуск, но при условии, что при первой же смене топлива крышка будет сменена на новую. Это изделие где-то 200-300 тонн, плюс все эти механизмы, но все это необходимо сделать по-новой. ЭДФ, который отвечает за строительство, все это пообещало для того, чтобы не было проблем с качеством. Паковка была заказана в Японии. Потому что завод Крессо, который изготавливает все это в самой Франции, было слишком много проблем как раз с коррозией трубопроводов и так далее, и так далее, ЭДФ решил второй раз не рисковать, и сама упаковка была изготовлена в Японии. Там сомнений в качестве нет. Вызывает некоторые сомнения в том, что было твердо пообещано, прогарантировано, что крышка реактора на площадку атомной электростанции будет доставлена летом 2024 года. Ни одна французская СМИ, ни МАГАТЭ, ни Всемирная ядерная организация сообщение о том, что крышка доставлена, пока не размещали у себя. По крайней мере, я не нашел. Если кто-то сумеет найти, поправьте. Пока ее нет. Что паковка это одно, а произвести саму крышку, поставить все необходимые механизмы, это немножко другое должны были сделать во Франции. Пока этого нет. Так что, сколько будет стоить, какой окажется конечная стоимость этого реактора, насколько должны радоваться происходящему во Франции, мне сказать сложно. Как это повлияет на конечные тарифы для конечных пользователей. Пусть во Франции соответствующие компании, отвечающие за работу объединенной энергосистемы, и пересчитывают все, что у них там получится в результате. Вот такая обстановка во Франции. Напомню, что еще два реактора в составе атомной электростанции Хинкли-Поэн-Си на базе реакторов ИПР-1600 строятся уже несколько лет. Я, на всякий случай, не буду говорить, когда их построят. По-моему, особого смысла не имеет. Ну, где-то до 40-го года так. С 30-го по 40-й, как повезет. Те англичане, у которых еще сохранилось знаменитое наше книжное чувство юмора, предлагают друг другу гордиться тем, что именно в их стране будет самый дорогой объект недвижимости за всю историю человечества. Последние числа, которые французские атомщики называли, там что-то уже больше 40 миллиардов фунтов за два реактора. Так что, ну, процесс идет. Почему я не считаю у французов серьезными конкурентами Росатома, я даже не могу, не знаю почему. У меня, наверное, какое-то неправильное чувство патриотизма. На самом деле французские атомщики, они очень передовые, и понятно, что весь мир будет заказывать реактора именно у них. Вот какая-то такая обстановка. Борис Иванович, а как обстоят дела с другими зарубежными, уже текущими проектами французов? Где они строят? Они так же обстоятельно, вдумчиво, феерически справляются с строительством? Или у них там несколько это бодрее? Это же на заказ, на экспорт? Ну, тут достаточно сложно. На самом деле мы привыкли к тому, что, допустим, строительство атомной электростанции ЛДБА в Египте, или предстоящее строительство в Узбекистане, или состоявшее строительство в Белоруссии, есть заказчик в лице государственной компании той или иной страны, есть генеральный подрядчик в лице Росатума. Стройка сдается под ключ. Во Франции несколько иной подход, то есть вот такого EPC-контракта, то есть когда генеральный подрядчик выполняет абсолютно все, заказывает где необходимо оборудование, доставляет до места, отвечает за монтаж и так далее, и так далее, там нет. Здесь разбито на... ЭДФ, компания, которая владеет, эксплуатирует все атомные электростанции на территории Франции, предпочитает быть внутри процесса. Она интегратор, она делает достаточно крупные заказы от разных подразделений французского атомного комплекса. В результате особо и спросить-то нескольких. Ну, вот тот вариант, который использует Росатум, подписали контракт под ключ, сдали, в 2004 году попробовала реализовать французская компания Арева в Финляндии на строительстве третьего блока атомной электростанции Олки-Луотта. Получилось несколько, так скажем, стремительно. Строительство должно было завершиться в 2009 году, удалось в 2023. В четыре раза традиционно выросла смета. ЭДФ после этого заявила, что в таком режиме, где бы то ни было строить Ареви, она больше не даст. Так или иначе, это наша технология, мы за это отвечаем. И в таком режиме ЭДФ работала в Китае на атомной электростанции Тяньшань. Сроки там были сорваны, смета была превышена, но всего в два раза. Поскольку китайские атомщики следили за состоянием атомного машиностроения во Франции достаточно внимательно. То, что касается изготовления крупных паковок, корпуса реактора, парогенераторов, других вот таких крупных вещей. Там сразу государственный регулятор Китая заявил, что из Франции мы этого заказывать не будем. Первые упаковки шли из Южной Кореи. Но с южными корейцами договорились китайцы уже сами так, что локализация будет постепенно переходить в Китай. И, собственно говоря, атомная электростанция Тяньшань, которая была построена всего в два раза медленнее, чем было предусмотрено в договоре, это в основном заслуга китайских машиностроителей, корейских машиностроителей. Так что вот такой опыт. В четыре раза превышена смета и сроки в Финляндии. Вместо пяти лет получилось то ли 18, то ли 19 у себя дома. Что будет происходить в Англии, посмотрим. По крайней мере, китайцы больше реактора ЭПР-1600 не заказывают. Видимо, настолько были впечатлены культурой машиностроения, точностью, сроками, что им, наверное, стыдно заказывать. Еще раз все поймут, что китайцы как раз атомные электростанции строить не умеют. На фоне французских специалистов, конечно, бредная немочь. Французский шарм в полный рост. Можем, конечно, и дальше продолжать разговор про новые реакторы ЭПР-2. Но я думаю, что это тема для отдельного разговора. Если вы, уважаемые зрители, слушайте, время от времени где-нибудь видите, что начался атомный ренессанс во Франции, будут строить реакторы ЭПР-2. Они более простые по конструкции, но, тем не менее, тоже поколение 3+, они должны быть дешевле и так далее, и так далее. Месье Макрон говорит о том, что их построят 14 штук в качестве станции замещения для самых старых реакторов. Это не соответствует действительности, потому что тот самый французский государственный регулятор, получив документацию на проект ЭПР-2, сделал ряд замещаний, вернул документы проектировщикам и рассчитывает где-нибудь в начале 27-го года получить ответы на заданные вопросы. В обычных случаях рассмотрение лицензии – это 2-3 года. То есть, если там что-то и начнется, то только в том случае, если документацию, которую ЭДФ вернет государственному регулятору в 27-м году, удовлетворит государственный регулятор и так далее. То есть, вот французский стиль, он должен соблюдаться и его соблюдают. Я считаю, что относиться с юмором можно ко всему, что во Франции происходит, просто в силу того, что у них государственный регулятор вот такой. Его не интересуют политические заявления МСЕ Макрона, его не интересует, что говорит ЭДФ, интересует только документация, тщательная проверка, и результаты этих проверок мы видим. Да, аварии есть, но ноль по шкале ИНОС, по шкале радиоактивной опасности – это заслуга государственного регулятора Франции. А то, что делают китайские машиностроители, отдельная тема для разговора, но их тоже можно понять. Не просто так говорят, что это первый новый реактор во Франции за последние 25 лет. Это означает, что те люди, которые атомные реакторы во Франции когда-то строили, но, простите, просто ушли на пенсию, их больше нет в ряде случаев. И, соответственно, машиностроительные заводы, которые 25 лет не получали заказы от атомочков, технологические линии под них уже тоже не держали. То есть, практически нужно, начиная с нуля, то есть, вот эта большая атомная пауза, которую с большим трудом удалось избежать Советскому Союзу и России, и во Франции, и Соединенных Штатах сделала не самое хорошее дело. Так скажем. Почему я не считаю, что надо всем этим, надо издеваться у Росатома? Отсутствие конкурентов может вызвать желание почевать на лаврах. Конкуренция всегда полезна. Борис Анидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал «Геоэнергетика.Инфо». Ссылка будет в описании и в закреплённом комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодрю на всех площадках, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.